так ребят все микрофон перри подключил можно понемножку начинать дую как у нас сейчас будет сегодня вот ну надеюсь все будет нормально компьютер немножечко поддел здесь осталось только память грая донуть немножко вместо четырех планок 4 гиговых 2 8 поставить меня разные возможные cd из-за этого и конфликтует с памятью вот ну все нормально работает в общем то короче помаленечку стартуем несколько дней не стримил я но ничего страшного разберемся разберемся стримы вновь начинаются так Так, давайте глянем сетку сейчас. Задержка 2 минуты, кстати, помните, я сразу выставил здесь по правилам турнира такая задержка. Ну, так, вижу Бьяна, вижу Панди Парчу, вижу Джей Шей Лайф. Опа, интересная пара. Нужно заходить, заходить нужно. Думаю, будет достаточно интересный турнир сегодня. Кин еще здесь есть, так, Кин, кстати, там выигрывал как-то, ну, будем смотреть. Ставок, конечно, на данные турниры нет. Восемнадцать ноль ноль, вот. Восемнадцать ноль ноль будет шоу-матч Вердос против Минато. Восемнадцать ноль. Продолжение следует. Восемнадцали ноль. Продолжение следует... Так, все, кажется, стрим начался. Давайте я уже пойду в батлнет, наконец-таки. Так, элайф в игре, все вроде в игре, в арде тут не в игре, но будем следить, вот, будем следить за происходящим сейчас, я думаю, просто и вырываться куда сможем, Google Live печатает там кто-то что-то. Так, надо вывести... Кстати, плеер бы мне на... Team Liquid, так, на Team Liquid добавил плеер свой. Так, что-то там в арде ожидает, прыгаю к нему. Оп! Скарлетт, кстати. Опа, начало... Начинаем со Скарлетт веселое. Начало, ну что же... А кто... ТТ-Пор. Я не знаю, кто такой ТТ-Пор, но какой-то тиран, короче, это... Сейчас посмотрим. А вот появилась сеточка. Так, ТТ-Пор китайский, тиран ТТ-Пор, точнее ТП-Пор. Посмотрим, как ТТ-Пор со Скарлетт справится. Кстати, можно... Так, ну ладно, твич я уже не врубил, по ходу дела. Так, я по-нимечку ставлю. Пишите, если будет фризить, ребят. Запись здесь не нужна, потому что это из игры. Иду юкап, я официально стримлю, поэтому все будет на YouTube выложено. Привет всем, кто недавно подошел. Пишите, если будет лагать, так как я подделал свой компьютер. Вот, мне человек помог, который шарил в железе. Работал у меня проц на 3,4, как бы сейчас на 4 Гц стабильно. Как бы идет без нагрева вообще какого-либо. Ну вот, и соответственно я пробую 60 фпс, будет ли лагать или нет. Вот, так что отписывайте, как бы если будут какие-то лаги. Буду на 45 обратно снижать. Пока вроде как бы вижу, что не проседает вообще процессор. Ничего. После, так. Дайте-ка я твич проверю. Нет, твич, наверное, сейчас так не поднимется без стоп-старта. Но уже сейчас, прям в данный момент стоп-старт я делать не буду. Потому что задержка все-таки выставлена. А нет, смотрите-ка. Твич-то работает прям сразу. Я думал, не работает. Сейчас это Астрим там переименую, ребят. Отлично, что я могу сказать. Привет, Докси. Ребятки, привет. Начинаем понемножечку. Несколько дней тут не стримил. У меня тут шкафы еще, которые надо подвигать. Но сегодня я заметил, что есть что постримить. Плюс нету напарника, который помог бы мне подвигать эти шкафы. Поэтому так. А что с настройками-то? Они, по-моему, на автомате какие-то максимальные выставились. У меня такое ощущение. Что-то как-то необычно все выглядит. Реально я смотрю и как-то очень уж красочно, по-моему. Ну все. Или я так давно не стримил, что у меня в глазах что-то не то. Скалит начинает грызть своего. Понимаете, какое жесткое грызливо идет. Минус мулы, минус рабочие. И сейчас еще можно и ворваться лингами. Пока здесь всего два гелика. Что Скалит, собственно говоря, и делает. Лингами врыв пошел. Ну блин, куда так лезть-то за минералы? Надо же аккуратнее скалить. Что же ты делаешь? Но экономика падает. Вместе с новейшими мулами еще раз. И гелионами тут не просто будет расконтролить. Контроль лингов со стороны Скалит великолепно идет. Это практически ГГшечка, Тирану. Это просто начальное унижение какое-то. Смотрите, 12 лингов разменены на 8 ксм, 4 гелиона, рипера и 3 марика. Это же космос какой-то просто, ребята. Так, ну что, линг минус. Спорочки добавляются. Две штучки узка, почему-то две на второй. На третьей базе добычи есть 50 на 26 парабан. То есть, двукратное фактически преимущество. Но нужно новых лингов запилить. Вот что-то перехалявливает Скалит. Сейчас бы как бы не заехали гелионы-то на халяву. Полетел медивак вперед. И надо как-то отбивать. Хотя китаец что-то боится. И тут у Скалит уже 20 лингов будет сейчас. Пытается окружить гелионов. Четыре штуки прилетает вместе с медиваком. То есть, очевидно, что передроп может быть. Привет, Спайк. Всем привет. Кстати, что-то про Бабролигу-то подзабыл я совсем, что нам надо ее проводить. Надо с Пашей поговорить. ГГ-то так пор пишет. Офигитная ГГшечка. Это было понятно сейчас уже, что... Все здесь плохо. А, нет. Нет, даже график такой реально, как вид изменился просто реально. Мне так кажется. А что это... Так. Ну, а это Бодри, может быть, просто это не первая игра была. Вот в этом плане я не уверен. Конечно, нет, это первая игра была. Вот в Арде создает, или кто-то там что-то создает. Ну, и, естественно, картинка стала лучше, потому что 60 FPS я выставил, так как процессор начал работать лучше. Просто нужно контролировать, конечно, его загруженность сейчас, температуру. Вот этот момент, да, это важно. Так, системная плата ЦП. Что у нас ЦП? ЦП работает, температура. Хочу посмотреть, какая... Так, ну, пока не знаю. Так, не выше 40-50% не прыгает, но это не в игре. Вот. 50 градусов, не знаю, вроде все нормально. Сейчас надо в игре будет посмотреть. А, нет, 50-45, какие-то ядра там. Ну, все, 80 не поднимается, мне кореш мой говорил, не знаю. Вот, возможно, будет возможность процессор там i7 взять с новой мамкой за 50 тысяч, которые стоят 1 Proc 80 в ближайшем будущем. Ну, блин, у меня в этот месяц провальный, потому что я стримил мало по деньгам, поэтому, может, я не буду так делать, сейчас поменяю память вместо четырех своих планок. У меня 4 планки по 4 гига стоит, причем там одна корсаровская, одна еще какая-то память другая. Вот, я даже не помню какая, нужно поставить две однотипных просто планки по восьмерику, потому что, возможно, с SSD-хой то, что вот она иногда не грузилась, как бы, может быть, из-за этого даже было. Ну, поменял блок питания, например, как бы, на 600 ватт, и то уже стал намного лучше. Сейчас был там какой-то мертвый блок, я давно об этом думал. Так что вот так вот. Вторая игра. Скарлетт против... Так, надо выставить счет 1-0. Скарлетт против ТП Пора, китайского тирана, можно его так называть, думаю, я. Поехал куда-то дрон, куда он поехал? Наверх куда-то поехал дрон, для чего? Проверять прокси едет Скарлетт, вот для чего этот дрон сюда едет, и потом третью будет Хату заказывать. Ну, кстати, третья без вообще газа, получается, что ли, будет от Скарлетт. Дрон-то явно сюда, к базе к этой едет. Да, и как раз 300 минералов к этому моменту. Пошла третья Хатка. Опасно, конечно, против Рипера так играть. Но, с другой стороны, Рипер тут может, вообще, хоть до готовности ему стрелять по этой Хате, кидать гранаты. Да, он там пол-ХП может снимет с Хаты. Кстати, если по КД гранат кидать, он много достаточно может снять Рипер ХП. Но, в любом случае, он ее не отменит, и там линги его убьют в итоге. Идеально разведенная на четыре ближних минерала дрона на второй базе. Это важно, я всегда вам объяснял, важность начальной экономики. То есть, начальная экономика – это как вообще, ну, старт, в общем-то. Это как, я не знаю, как ребенка воспитывать правильно, как бы, чтобы учить его считать, да, там, как бы, а не планшет в руки давать, там, и бухать с него при этом всем. Вот. От старта зависит и будущее очень сильно. Так же и в Старкрафте в экономике. То есть, идеально здесь направишь, чуть быстрее минералы, там, на мув, чуть быстрее на тон, а все, там, четвертое быстрее будет, грейды быстрее пойдут, все будет быстрее намного. Вот. Ну что, ребята, выезжу с непривычки, не так быстро люди собираются, но привыкать и стримы сейчас будут понемножечку начинаться, просто не так уж прям много сейчас, чего можно стримить. Так, скалится, пытается овера вести, рипер поганец, запрыгнул наверх, посмотрите, и подсвечивает интересную позицию, придумал тиран, и тут овера-то уже не спасти. А вот он, вот он тут мертвую зону словил, вот она, мертвая зона, но Марик все-таки с автомата стреляет метко, почти что Джонни Рико. Он Джонни Рико жуков боевых наказывал, а этот стреляет по бесполезному. Ну, надмозгу, точнее даже уверсирует. Так, привет, Spike. Что там, как там, что там, где я отыграл? Честно говоря, я верю, что он Gauntlet играл, в лузера он попал. Может, по лузерам потом как-то прошел. Видел некоторые турниры, от Base Trade там много достаточно турниров было, Map Test там, что-то там тролливали, какой-то турнир, еще что-то. Вот. Чем это кончилось, я даже хз. Ну что, у Скаля добывается два газа, и она массит лингов просто гигантские какие-то количества сейчас. Это опасное, на самом деле, мероприятие, потому что я не понимаю, здесь лингов масса идет полная. То есть это должен быть Belling Bast, очевидно. Да, и пошел Belling Nest сейчас, но куда этот Belling Bast будет идти, как будто это вопрос. Здесь залетает, ой-ой-ой, на мейн залетает Medivac, 4 гиллиона высажено, проблемы большие, у Скаля, минеральная линия с экономикой будут, проблемы серьезные сейчас. Ну, кстати, китаец так себе жгет здесь. Здесь знали мы жгунов и получше, например, Happy, я думаю, здесь побольше бы поджег бы. Но Medivac возвращается домой, сейчас он встретит лингов бегущих, группу просто от Скаля к китайцу. Вот, и начнется Belling Bast, здесь уже есть две минки, которые могут вообще этот Belling Bast сбить очень сильно. Гелики возвращаются, китаец все спалил, минки копаются кривейше. Вот минки вот сюда надо копать, чтобы они по Belling'е дали. Так, привет, Юр, не понял про планшет. Это к чему вообще? Заходит Скаля, Belling Bast получается, по-моему, вполне себе удачный, рабочие упадут. Мне кажется, все практически здесь, разве что часть, может, Medivac сядет? Нет, не сядет, китаец не знает, что такое спасать своих рабочих. Ну, в Китае народа много, что тут говорить. Своих не спасает. Ладно, шучу, это тут ни при чем, на самом деле. Ну, люблю я такие всякие шуточки, конечно, сами знаете. И мы ждем далее, куда можно будет прыгнуть. А я пока проверю, что там у нас процессор-то вообще. Да нормально все вроде. А, ну, это уже игра кончилась с другой стороны. Ну, как бы не прыгает его нагруженность вообще, ну, то есть, нету загрузки какой-то сильной. Все в порядке вполне. Все в порядке. Ну, я иду. Так, варти что-то там ожидает, чичун там, чичун это что-то знакомое, кстати говоря Да ё-моё, блин, не успел я прыгнуть, что за дела, не подождали, гады Будем искать другую игру Кто такой чичуны, почему они играют друг с другом? Читажейши с лайвом что ли у нас Кстати, победитель на скалит попадёт Да, что-то я тут зачелдонил, зачелдонил что-то, пока я смотрел, тут что-то где происходит Это будет Так, вот Так, вот Так, вот Так, ну что, в арде посмотрим, что ли, я не знаю Сейчас игра на те Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Так, Юр, дети в 3 года и в 2-3 года не считают сами Им нужно помогать Ну что, Альфага против Элайва Да, это Джейши против Элайва Давайте посмотрим, что здесь происходит И потом я прыгну в следующую игру Привет, Вердус, без понятия Мината Тысячу лет уже не видел, как играет Но всем известен его старый добрый стиль Любит он милишный стиль И масс-грейды, как бы, при малом количестве рабочих в основном То есть, по крайней мере, раньше Может быть, сейчас что-то новое он играет Но я не в курсе, значит, на самом деле Так что Юр, детям нужны детские книжки, реальные, бумажные, а не планшеты Они не читают кланшеты Они не читают планшеты Сторгейт, у Джейши пошел Старгейт у Джейши пошел Старгейт у Джейши пошел И я думаю это правда, потому что когда я... По-моему, это просто дубль газ, как в Басталгане, в Нексус. Потому что когда я газ, как в N-E-A, и мой дядя скидка, я, как, лечу немного, и это всегда немного divertенно. Ммм, что-то см-к минус. Да, всегда немного, ну, да, всегда немного, ну, да, всегда немного интереса. И, ну, я думаю, это просто более... Я просто чувствую, что это более свободно говорить. Если это не звучит слишком грустно, то я чувствую, что мой дядя в背景е меня просто немного подвиживает. his not here... It's, um, when he's not here, I'm just like, uh... I just like go a little bit, like have a little bit more fun. And I really genuinely think that's what it is. I really genuinely think that's what it is. Like, the fact that my dad is in the background, I just think allows me to cast more brilliance with a little bit more fun. Um, you'll see a depth cross here. We've completely, sort of missed, kind of, like, the early kind of harassing and so on. I mean, it was a bit of a... Not really a rid of an open for my Charm player. Ilistsliquist Ripper expanded, but expanded sep... И араха устроится У GSC сейчас Блин, не прикольно Не, из игры кастребись Так, ладно, потом посмотрю Проц, как там нагружается При рестриме он может сильнее нагружаться На самом деле Буду иногда контролить здесь Да нет, все замечательно вроде идет Да, надо поменять будет Мне, конечно, походу Память еще На две планки по осень Посмотреть, как это будет выглядеть Пытается тут китаец найти уязвимое место Оракулами Ну, не так просто это сделать Что ж ты делаешь-то? Какой мертвый, а? Что ж ты такой мертвый? Двумя оракулами можно унизить Было эту машинку смешную Летит, не видит вообще ничего Не контролит G-Ship Ну и минус оракул, конечно, сразу Это потенциал прессинга вообще Снижает очень сильно Оракул стоит рядом с мэйном Залетает, сейчас можно циклоном принять Вторым, конечно, принимаем просто Сейчас и все Да что ж такое-то? Все, минус оракул Два оракула было уничтожено Лайв красавчик Машинками своими тут полетал Поконтролил И сейчас можно интересный прессинг устроить Большое количество мариков Плюс танк Медиваки полетит вперед В перспективе сюда еще и Этот, прилетит и Либератор А тут колосс какой-то смешной строится Что ж это такое-то, блин? Проверю в батлнете, что там происходит Или это уже не первая игра была? Заходит Элайв Я проверяю, игра должна быть создана Сейчас, так понимаю Танк прилетел прессинг Так как она кончилась Либо это уже не первая была игра А, да, Элайв идет 1-0 Минус пилон, Элайв просто унижает здесь Как четко Кореец пришел просто сюда Ну сейчас потерян циклон был Правда Танчик нужно законтролить бы, конечно, было Ну колосс не способен сейчас мариков уничтожить ГГ, посмотрите Разгром, просто разгром Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, все готовы? Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Так, не понял, кто не хочет, чтобы ему деньги кидали? Привет всем, кто недавно пришел Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, здесь у Скалет опенинг безгазовый пока что, как и был против китайца Ну, с китайцем-то скалет бойлинг-бас делал, а здесь с лайвом что будет происходить? Это вопрос У лайва реперочек хатка заказана, ребят Как я и говорил, отписывайте мне, если будут какие-то лаги Вот, потому что 60 фпс сейчас, ну после того, как с компом с моим человек поработал немножечко Вот, проц частоту большую выдает намного большую Не 3,4, а по 4 каждое ядро теперь, поэтому все нормально Вроде как идет 60 фпс Будем надеяться, что так и будет далее происходить Вот здесь у нас начинается движушка, репер прилетает И вот то, о чем я говорил, мува нету, блин, и репер на халяву здесь просто летает Накидываются и гранаты в наглую просто И с этим ничего особого не поделать Скалет еще плюс 2 королевы строит сейчас Инъекция вторая, Паш, погодите, или Скалет получается сразу первый вообще кастом поставит криптумор Да, ставит Скалет криптумор, сейчас вторая в кармане и мейн соединиться Потом криптумор сюда пойдет и соединит мейн с третьей базой нижней получается Еще один криптумор на третий пошел Убивает репер криптумор, нужно сразу новый ставить Вот, пожалуйста, смотрите, вот ошибки такие Ошибка минус инъекция То есть мог быть здесь криптумор инъекция Вынужден Скалет новый криптумор ставить Ну хорошо, хоть королева здесь строит с ней недолго там, в общем-то, ждать будет Но то, что крипта много настолько То есть мейн весь крипи и вторая Это очень важный момент на самом деле Сейчас рампа соединится тоже криптумор Этот криптумор сюда можно пильнуть для вижена Так Стрэндж А, его хотят поддержать, он отказывается от поддержки Ну скажите ему, что будет в ближайшем будущем, я не знаю, в обралига То есть если просто, если на его аккаунте будут деньги, поддержка, как бы он может их и не выводить, в принципе То есть он может шоу-матчи создавать с собой, там, или на ту же Бобра-лигу залить, как бы, или на какой-нибудь турнир Просто дополнительный призовой, это абсолютно нормальный момент Вот, если он не хочет СМУ Это его не мотивирует, как бы, а наоборот он хочет выигрывать, именно результат показывать Понимаю, тоже, как бы, такой момент Почему бы и нет Ну что, 8 лингов струбуются сейчас, ускалят еще Здесь милка, 3 марика, рипер, разношерстный дробчик идет на мейн Но здесь королевы выжидают все это дело Вот, может быть, если Стрэндж будет проходить на какие-то турниры, например, квалификации Куда не будет квота оплачиваться, вот тогда будете поддерживать, например Ну а так, что, можете меня поддерживать Ладно, шучу, буду больше стримить, поддержка будет тоже Пока что был перерыв, занимался компьютером, во-первых Ну так, не то, чтобы трейдил, просто питание нового взял И скоро память хочу взять Вот, еще 2 плана по 8, вместо 4 мая по 4 А тут пока происходит какой-то погром ускалит на мейне Посмотрите, прилетает просто дроб, двойной дроб И вместе с танком, и здесь еще серьезные проблемы у скалит в итоге Посмотрите на потери, потери очень серьезные Королевы разгромлены все практически Но по экономике, если скалит отобьет вот это все дело еще То все будет, так, здесь спорка выбита, сейчас будет И Минко забегает линги на танк сзади сейчас Ну куда ты скалит лингов-то берешь, ё-моё, что происходит такое Так, Мариков законтраливают, насколько я лаю Блин, ну вот эти корейцы-чертяги, они просто контролеры еще те Посмотрите, что и лайф здесь вообще учудил Здесь просто жесть какая-то происходит Везде напряг, ну здесь заблочил либератор, там заблочил Третья сэшка начинает добываться Дома развитие в это время идет Правда, грейд атаку забыл, лайф заказать И наконец-то скалит, отбивает мейн Вот этот вот либератор прилетает, блочил третью Сейчас полетел на вторую, вторую блочит Нужно спорок ставить, в итоге парабан-то уже и преимущество Не только что двадцатка разница была А вот это, блин, беда Пытаются сбить медивак, сказали, что можно танк был бы сбить Дрончики на вторую переводятся в карман Либератор разложен таким образом, что достает пол минеральной линии Здесь блочит скалит, уводи все отсюда Нафиг, нужно спорку переводить Либератор тут лихи до лихинок доставать начал Ну вот, буквально один дроп и все, преиму Не то что преимущество, теперь уже скалит минусы Здесь рабочих столько же, лимит уже отстает Боевой, то есть меньше Единственное по грейдам у скалит небольшой плюс есть Но по минералам провал И двойной дропчик летит уже на мейн Стимпак есть, щиты есть Сейчас бы вообще 1-1 могли, грейды бы быть, но Так, залетает элайф Нет, здесь кинги сразу же принимают Дропнуться не получится так просто 6 муталит Блин, чуть бы поменьше дэмэдж у скалит И так еще такая ситуация, где бороться можно вполне Но, блин, слишком большой дэмэдж В итоге скалит даже крицу защищать не может Нормально, о чем печаль Позицию элайф за минералами забивает Забирает, фокусит бейлингов Ой, ё-ма, что он делает? Он творит вообще Не то, чтобы тюджи сану Видно, что все-таки скалит уровень И не дотягивает до вот таких корейцев, как элайфа Элайф это топовый на данный момент Один из топовых корейчиков Вот, и проблемы у скалит Хотя, посмотрите, 2-2 делаются Муталиски делаются По лимиту отставания, между прочим, небольшое И четвертая хата Есть, смотря на всю вот эту дичь Вообще все эти потери гигантские У скалит еще все более-менее нормально в этой игре Блин, ну, чуть бы почетче отыграть И вообще бы замечательно все могло бы быть Так, муталиски, встречайтесь, порочка есть Здорово, Илюх Скалит уже с порками по периметру 4 с порки вот сюда надо ставить Все, уже тяжело пролетать сюда Инфестейшн пошел То есть это выход в хайф идет очевидный То есть в ультрала, в перспективе Здесь медиват никак не догнать в итоге И 12 дрончиков у скалит Еще заказано Бейлинги новые делаются Ну и лайф делает выход 179 на 150 Ой, 30-чика лимита в плюсе Но микс такой вот Если минки не выстрелят круто То может на самом деле скалит нормально Подраться, как мне кажется Сканит и лайф Бейлинга мух готов Новенькие бейлинги делаются Плетает скалит муталисками Убивает сейчас этих хилбатов Очень-очень быстро Нужно принимать уже бой на скалит Потому что чем дольше она ждет Тем больше бейлингов погибнет Лингов пошел замес Но тут сплит идеальный практически разгром Просто разгром А лайф приходит и громит скалит Сейчас это 1-0 в его пользу Абсолютно очевидный 1-0 причем Вот потери Посмотрите Трехкратная разница Приблизительно сейчас Бегая Очень жестко Интегралый лайф Ждем вторую игру Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, зашел в игру Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребят Bo3 1-0 live Привет, видок Привет всем, кто недавно подлетел Это у нас получается второй тур Победитель у нас будет Так, тут хоррор, панк Ну, кстати, не так уж много там Страйк, что за флаг такой Детель из Таиланда Тут игрок страйк играет даже Ё-моё Ну, этот турнир, да Собирает многих интересных игроков Очень Кин здесь идет От корейцев сегодня Кин, элайф, бьян Три крутых тирана Вообще, других корейских Крутых игроков Здесь, ну, реально не вижу А, СГВ есть Проц какой-то Я не знаю, кто такой СГВ Кореец С таймом он будет биться Хоррор есть Ну, хоррор так Чан Ким еще какой-то Кореец тоже здесь присутствует Так, переводят Скалли дронов Ну, более-менее Скалли одержалась Конечно, там Но все-таки не хватило На самом деле Экономики Дрончик на третью Выводится Ой, как раскидывает Риппер сейчас лингов Просто жесть какая-то Скалит уже Двух лингов Теряет мук И третьего элайф Сейчас отфокусить На самом деле Достаточно легко 10 лингов 12а Беллингбаст Отскалит, что ли, пошел Похоже на то Что-то уж много Прям лингов До заказа Но тут боится Скалит Возможно То, что Кореец будет Камни Через камни Харасить с танками Отменяется Убивается Все-таки риппер В итоге Элайф встает на рампу Здесь очевидный Подпушек Такой идет Сейчас танк уже будет С медиваком готов Линги прибегают Заходят на хг Скалит Забегает на рампу Мариков Сгрызет, конечно Но тут сплетануть Нужно немножечко лингов Чтобы экономику Нормально выбить Вот смотрите Как с китайцем Тем Не очень крутым Уже Абсолютно Не получается Таких фокусов У Скалит То есть Здесь просто Депошки Закрываются И все Уже особо Ничего и не сделают Линги Конечно пытаются уйти Но три штуки Всего уходят То есть Ну хотя Демод Все равно Плюс 4 Ну как 19 лингов Ну да Тримарика Риппер Ну риппер То до этого погиб Тримарика Плюс 4 рабочих На 19 лингов Более-менее Такой размер Гидравлик Всем привет Кто недавно пришел И вот В итоге Из-за того Что Скалит Лингами Подпушивала Посмотрите Прилетает танк Здесь с мариками И так Очень повезло Скали что Криптомор Здесь успел Доделаться Будет Вижен По крайней мере Но Теперь просто-напросто Будет тяжело Выбивать отсюда Корейца Это абсолютно Очевидный факт Здесь Контр-забегание Идет к Элайву Элайв улетает Еще двумя Мариками И танком Но здесь Линги прибежали Они попытаются Прогрызть Депошку Эти линги И кстати Депошку Прогрызает Скалит Сейчас Заходит Сюда В рамку Рабочего Нужно принимать Линги Стрелял Депошку Можно прогрызть Еще одну Скалит Это делает Забегает Начинает Нагрызать Танк Но здесь Никто Не отбил Еще пока Ничего Так Здесь Медивар Пытается Вывезть Скалит Не получается Где же Трансьюз Трансьюз Был у этой Короли Или нет Там 49 Возможно Энергии Было Не уверен 50 Только-только Стало Как только Она погибла Возможно Да Одной энергии Не хватило Но Барабам Скалит В плюсе Пока Но Вот эту-то Фигню Все Не выбить Опять же Выбит Медивар Да Можно Королевам Сверху Не достает Разве Скалит Не знаю Видимо Не достает Нужно Пробивать Значит Камни Как можно Быстрее Действительно Это нужно Скалит Делать А там На третью Какой-то Прилетает Какой-то Кто-то А Это Либератор Прилетает Друган Блин Не готово Скалит Либератором Это Слишком Много Здесь Не Нахарасил Он Но Правда Разложен Опять И Королевы Попадают В рейндж Либератора Минус Королевы Хорошо Хоть Дроны Не Подставились А вот Сейчас Дроны Подставляются В это Время Лайв Приводит Сюда На вторую Базу Еще Один Медивар Второй Танк И Здесь Уже Совсем Гигантский Вот Проблема То есть Поздний Лэйр Блин Почему Скалит Реводжеров Не Используют Ну Очевидно Что И Вот Это И На Мэйне Ну Такой Стиль Без Ровуч Реводжеров И Это Стиль Очень Опасный Как Показывает Эта Игра Посмотрите Просто Ну Не Выбить Никак Отсюда Просто Корица Здесь 4 Марика Два Танка С Медиваком Плюс Либератор Опять Какое-то Контр Забегание Что А что Трансюзу Королевы Кидают Сейчас Нужно Выбивать Медивак Сейчас Что Скалит И Дел Медивак Выбит Мариков Если Выбить Трансюз Есть На Хату Нет Трансюзов Нет Скан Пошел Королев Пытается Лайф Убить Королев Он Так Королевы Что-то Вперед Бегают Хата Должна Выжить Хата Выживает В это Время Бэйлинг Бас Калай Проходят Ну Парабам Ситуация Очень Близка В итоге Так Здесь Королевы Танки Выгивать Скан Пошел И Это Минус Три Королевы Сейчас Будет Просто Напросто У них Маловато ХП И Хату Тоже Минус Нет И Лайф По-любому Да Минус Ну Хату Неприятный Вообще Эпизод Такой Чуть Бо Пораньше Эти Ринги Вернулись И Все Нормально Было Здесь Подгрызает Мишка Скалет И Лайва Тем Не Менее Дэмэдж Нанесен Но Стимпак Будет Готов Скоро У Скалет Чем Стимпак Встречать Вообще Даже Не знаю Здесь Королева Заходит Сбоку Либератора Убивать 18 Юнитов Каких Он 18 Где Он 18 Нашел Не знаю Где Он 18 Нашел Нужно Выводить Королеву Из Ринжа Либератора Не успевает Она Выти ГГ Скалет 20 Печаль Видал Это Минус Скалет Ну Лайфа Пока Оппоненты Хоррор Панк Возможно На хоррор Корейского ЗРГ Чан Ким Против Бьяна Будет Сейчас Играть И Нужно Быть Чан Ким Чан Вань Против Бьяна Просто Пойти Что ли Но У меня Что-то Не вижу Ни Бьяна Ни Чан Ким И где Они Вообще Эти Игроки Я Без Понятия Будем Куда-то Прыгать Пытаться Далее Далее Нужно ну что будем пытаться куда-то прорваться не знаю пока не вижу где здесь хост как раз это не знаю где здесь но и 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 Так. Ставок нет, ставок пока и не будет здесь на этот турнир, никто не пилит ставки. Может на какие-то решающие стадии, я не знаю. Сейчас я напишу, конечно. Нужно тут не щелкать лицом, потому что можно в игру потом не попасть будет. Короче, контролирую я здесь что-то как. Спасибо, протей. Да, цвет нормальный. Оранжевый, старенький. Пока никто никуда не идет. Давайте сетку вместе с вами-то я посмотрю. Элайв, вот он. Здесь у нас развивается битва. Бьянг Чи Чун, есть другая сетка. Тайм против СГВ играет. Ну, никого не выцепить пока. Я бы все посмотрел. Я бы вот это посмотрел на самом деле. И я бы вот Тайм СГВ посмотрел бы. Раш Крейзи против Кина я бы тоже посмотрел. Ну, давайте что-нибудь проверим. Так. 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 Так, элга. Так, Кинг. Кстати, Кинг должен биться. И тайм здесь, кстати. Так, тайм уже выиграл. Надо Кинг спросить. Блин, уже начали. Вот псы. Не заинвайтили меня. Ну ладно. Смотрите. 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 Вон тут в комнате моей был. Ближайшие дни я еду. Перееду в комнату уже. Вроде все починилось. И теперь 60 фут. Ну и комп лучше стал работать. 60 фут. Стащит вполне. Что-то ожидает Вар. Не знаю, что это, но... Я прыгаю сразу же. Это Циуан против Танктанда. Где это вообще такое происходит? А, вижу, вижу. Вижу, вижу. Где это происходит. Будем смотреть, что. Так, Циуан 1.0, говорит, уже ведет. Китаец 1.0 ведет. Молодец. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Поехали. Циуан против Танктанда. Нашествие первая карта. Инвейдер она называется по-английски. Продолжение следует. ну тут судя по всему через реперка опунинг будет здесь же гид газ нет су стандартный кибернетика вторая депочка уже цешка заказана разведал процесс понимает какой билд у тирана сейчас будет готовиться естественно второй пилончик на мои пошел ну что пробочки пирта криперок чуть прилетел теперь улетает назад а чё он улетел то сейчас не понял решил прокси искать сейчас танк-танк не по не понимаю его сейчас даже позицию он полетела он видимо полетел увидел нексус и вернулся потом здесь адептик ходит в общем-то ищет что где происходит но нам и не попасть на этой карте кроме как вот через это направление поэтому на этой карте рипер на самом деле спорный билд как мне кажется до риперка бы надо бы добить риперка добивает сейчас он молодец и адептом уходит 7 так 3 хп только потерял сейчас и все собственно говоря здесь у нас симпат не делается еще до сих пор но зато минку можно будет дропнуть очень скоро да и стимпак бы пара конечно же заказывать исчез на до кошки поднимаются удар по рабочему но убить не получается до данного турнира запись обязательно будет на ю тубе все что я могу выкладывать на youtube я выкладываю на youtube также сегодня еще будет шоу матч верди против минато 18 00 начало по 9 до 5 побед не пропустите а тоже будет на ю тубе записи если кто не сможет посмотреть прямом эфире здесь три гейта плюс руб плюс блин делается уже наполовину примерно он готов как только будет блин готов будет по сейфове получится чувствовать процесс пробивает ко мне здесь чтобы побыстрее оборонять свой третий нексус если понадобится делать конечно ко мне тут четырьмя юнитами не быстро конечно пробивать дропчик минки пошелся минки залп выманивает проц на ады на на пробку на свою об север есть вообще где он он возвращается где-то издалека на быстрее лететь минка будет когда шиться достаточно быстро адепт здесь вместе с вместе с этим со сталкером стоит до успевает выбить минку циван очень хладнокровно он действовал тут уже очень скоро она и закадышилась бы эта миночка третий нексус сейчас начнет добываться по рабочим в плюсе китаец плюс три гейта добавляется залетает либератор в оверчарш достает до до либератора буквально миллиметрика не хватило чтобы выбить его но сейчас сталкером выбьет спокойно друг друга сам ликвидировали сталкер и либератор прикольно это выглядело но либератора конечно халява полная так здесь очень медленная реакция но среагировал но уже после того как минка сделала залп в итоге потеряны поля и потерян один сталкер уже потенциал куша совсем не такой как хотелось бы на самом деле просто давайте сейчас сразу сталкера получая дэмэдж по хп это очень важный момент а у вернулся будут представьте вернулся будут сюда на пол установимся и сразу до пользователь куэрик активировал премиум на ваш канал спасибо куэрик тебе всем спасибо за поддержку и премиум адептики врываются так завязывается там разводить срач по поводу имбецила который здесь что-то писал в чатике таких очевидно пиливаются сразу и все кого могут там новые аккаунты создавать некоторые даже так делают умудряются так заходят заходит и уходит бью сразу же понимает тиран что здесь особо говорит ничего просто 6 гитов плюс 2 еще добавляется две фаржи грыды делают ой не успел даже разгрузить нормальный четырех адептов проц залп минка делает минус мидивак и все здесь зато есть уже так здесь уже есть зато одну минку проц отфокусил и пилдых нормально вот вот такие пилды и должны быть чтобы тиран нормально зайти не мог сюда должен просто ставить нормальные филды сейчас что он и делает по боевому лимиту просто сейчас абсолютно очевидно проседает так принимает вот сейчас просто не очень выгодной позиции минка слоу граунда достает но филды неплохие сейчас ставятся правда заходит при этом всем тиран с другого совершенно направления минке нужно бы отфокусить ой не получилось нормально отфокусить мазуркор непонятно где летал сейчас нужно было чтоб он сразу здесь висел тогда бы было проще бой принять бы здесь похоже что тиран то продавил здесь тан-тан хотя два оверчажа плюс очень много бил не био гейтового мяса процессовского конечно же это не био не тирановская био классическая это гейтовая ну получается то процессовская био да не только био плюс робот иммортал то есть 126 вроде как успешно сейчас довел но в итоге опять же прилетают либераторы которых тяжело очень отсюда прогнать точнее практически невозможно я бы сказал данный в данном раскладе учитывая сколько снизу ходит марика мародеров и до додавливает тиран здесь просто пилонов больше нет 50 энергии накопилось до верчаж некуда к сожалению выставить сейчас процессу по итогу тиран пытается давить дальше да это очень неплохо пилонного процесса хочу отметить хорошо стоят все в рейн-жи не и быстрого варпа но это ему не поможет то жаленью так сканчик пошел ну это даже ему здесь идет до юниты там демоджина блин 22 еще брод при этом делает то есть чуть бы побольше бы юнитов сохранил бы может быть еще что-то и получил здесь либераторы просто пиу пиу такое делают что ничего вообще не могу никак не просто поставить верчаж выставить не получается 22 тоже не доделываются грейды до конца бьется ну кстати даже если с учетом потери третьего некусу просто умудрился бы 22 доделать бы и как здесь грамотно подрался то может быть что-то и получилось но грамотно просто вообще не дерется и 22 у него тоже не доделываются они атака доделываются и и и и и и и все заходим в игре 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 спасибо всем за премиумы не за что окейра спасибо тебе что смотрит за поддержку подписки пользователь окейра активировал премиум на ваш канал все заходим в игре все заходим в игре все заходим в игре все заходим в группу Завершено. Задержка есть на стриме Акира. Всё в порядке. Так, счёт 1-1, между прочим. Давайте смотреть игру. Надеюсь, у нас какой-то дропчик готовится. Сталкер депошечку убивает. Робо заказано. Бустится гейт и варп сейчас. Пробочка на ксилмаге контроля. Ну, тут достаточно нормально отбиться от этого первого урыва, и всё будет хорошо. Единственное, что тайминг робо какой-то мог бы быть, мне кажется, и побыстрее немножко. Ну, три сталкера плюс... Три сталкера плюс мазеркур с оверчажем, я думаю, смогут помочь здесь. Пацану. И причём можно вот пробкой сейчас заехать, здесь пилон поставить и контр-пуш запилить. Робо готово, нужно... Так, врывается медивак. Уверчаж, где он пошёл? Уверчаж. Ещё секундочку, буквально... Ой-ой-ой, не хватает. Одного выстрела не хватает сейчас, чтобы сбить медивак. Еле-еле он улетает, но он ещё просто отбивается, всё у него в порядке. Делается апсервер сейчас. Рабочий стоит, пилончик не ставит. Так, играл. Чтоб тебе премиум активировать, нужно его сначала купить. Там, где качество меняешь, написано премиум, активируешь. Там же, где написано премиум, нажимаешь, вылазит такая страничка. И там в левой её части активировать премиум есть. А нужно это, чтобы не было рекламы. И качество лучше, чем на высоком значительном. Плюс маленький фрейм. Оп, ещё один уверчаж. Что-то тут залетался танк-танк. Потерял медивак просто в итоге. Ну вот первая потеря фактически. Не успела ничего даже разгрузиться над пилоном. Пролететь не получилось сейчас. Делается блинк. Нужно бы третий Нексус ставить как преимущество. Ну вот странный какой-то китаец. Ни третьего Нексуса не ставит. Ни контрпуша не делает. В начале, если ты играешь без Twilight, робот Ригита. Отбил первый урыв. Представьте, это пробка. Здесь бы был пилон. Просто берём сталкеров, как медивак. Улетел первый дохлый. Там было три сталкера. Даже четыре где-то. Плюс, если здесь пилон стоял, сразу варпим. Шестью сталкерам прихом. Здесь ни бункера, ни мариков. Ничего не было. А ЦЦ-шка была снизу. Можно было просто убить бы тирана, например. Ну, просто решил, что нафиг это делать. Как бы сыграет он, типа, надёжно. Но посмотрим, что эта, типа, надёжность принесёт ему. Здорово, окей. Я уже давно с тобой здоровался. Просто ты, походу. Аккаунт был здесь, но ты был не здесь. С премиумом 80 рублей. Стримеру идёт, ой, 80, точнее. Он стоит 60. Стримеру идёт 20. Гудгейму. Пробивает танк-танк камни. Хочет врываться, я так понимаю, сюда. Но будет ли он врываться? Кстати, здесь сейчас блин будет. О, хороший пил пошёл. Один медивак сбит, оказывается. Мародёр один падает. Агрессивный блинк сзади за био-юнитами тирана идёт со стороны протца. Китайца. Фокус, фокус мародёров очень плохой идёт. Можно на развороте принять бой. Чё боится-то с адептами-то? Уж можно было подраться. В это время три адепта на мейн дропаются. Причём здесь серьёзный развал, на самом деле, бой. Телепортируются на вторую базу. Талкеры возвращаются домой. Здесь загружаются. Адепту нужно прыгнуть бы, на самом деле, на вторую базу. Потому что они здесь бьют просто реактор. Зачем они бьют бесполезный реактор? Для меня загадка. Но призма смещается. Адепты разгружаются. Заходят из талкера, собственно говоря. До варп ещё у адептиков идёт. И можно и нужно ставить точку в этой игре. Кривейший. Но КСМ не пустил тиран на мейн. КСМ пусти нас. Пусти нас, наш лидер. Нет, я его не пущу. Получайте люлей снизу. Но четыре медивака. Контр-дроп просто гигантский. От танк-танга сейчас проходит. Нужно ворваться агрессивным блинком на мародёрах. Здесь до варпадек. Повертяжи ставятся. Мазеркор ни в коем случае отдавать. Протсу сейчас нельзя. Нужно варпить сюда. Отбивать вторую. Третий Нексус есть. У тирана уже упала база его. Поэтому здесь всё нормально. Можно сбить СС-шку. Сейчас одну, вторую. Можно вообще... Так, Мазеркор падает. Я чуть не понял. Как Протсу, так бездарно Мазеркор отдал. Сейчас для меня загадка просто, если честно. СС-шка падает раз. Прирост бивается весь абсолютно на корню. Просто уничтожается. Вторую СС-шку Танг-танг тоже не отводит пока. А зря не отводит. Гэ-гэ. Пишет Танг-танг. Цуан победителем выходит. Понял тебе, что нужно по делам было отойти. Главное, чтобы дела сделались. Чичун. Что там он четыре минуты ожидает? Пустите меня в игру. Четыре минуты ожидал и стартанул сразу. Ну что ж ты Чичун не подождал? Чичун это Эйлайф. Против Хоррора будет биться. Он ее по РСТ. Ну, регрет против Тайма. А Кин будет биться с Саном. Вот куда мы пойдем сейчас, судя по всему. Бьян сверху там всех разваливает. Идет дальше тоже. Не волнуйся, Андрейка. Дурачки создадут новые аккаунты. Увеличит посещаемость гудгейма канала моего. Ну а мы их выпилим заново, если что просто. Поэтому такой бы он нужен, я считаю. Ну, вот здесь. Погушу его. Поехали. Поехали? Да. В общем. Продолжение следует... Так, детский мир мне еще тут флудит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Реплей пак корейцев. Да все я, блин, обещаю, да все не буду. Надо собрать все уже репки, удалить их нафиг, да выложить. Займусь обязательно. Продолжение следует... Ну что, я думаю, в арде все китайцы как раз-таки пойдут кину против Циана там стримить. Я тоже туда пойду. Время уже 4 часа скоро будет. Стадия у нас какая-то, кстати... Ну как раз, я думаю, к 18.00 достримится этот турнир. Примерно, может быть, даже чуть пораньше. Потому что сейчас четверть финала, скоро будут полуфиналы. И потом, соответственно, финал постримим по 5. Ну и Вирдос 18.00 будет длиться с Минатыщем. Продолжение следует... Во, аккаунт нового уже создал. Так, что-то случилось. Сломали хвост, не знаю почему. Никаких сегодня не будет. Так, секундочку. Сломали хвост. 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 Так, все, прошу прощения, я возвращаюсь к вам, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мазеркор запилен сейчас Бабкин Барн 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 поддержал ваш канал на сумму 300 рублей Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дит apprentice ...и чтобы попадала DimaTorzok Но с другой стороны тиран прекрасно всё понимает Как ему действует? Атак, блин скрытный был Можно было попытаться что-то сделать Залетают минки Админки Копаются вне рейнджа Пилонов Залп две губочки выбиваются И сейчас улетит Да куда ты там ставишьort его? Нервный или я не понимаю? Он ставит тысячи этих оверчажей не надо так делать. Достает, кстати, стокера до медивака, и медивак в итоге падает, и минка падает. Поплатился все-таки за свои наглейшие дропы у нас тиранчик, а здесь третий никс пошел. Так, адепт через сталкеров телепортирует, сейчас толкаться начнет сталкер. Толкнул немножечко, но все нормально. Призма нету, а в сервер летят вперед. Здесь у нас заходят сталкера адептики. Адепта можно подсветить сюда. И, кстати, смотрите, можно мимо рейнджа вот этого либератора вот сюда, например, блинкнуться бы было бы. Так, а что просто сделает? Мне кто-нибудь может объяснить? Хотя, если сюда блинкнуться, то марики спускаются и разваливают сталкеров, то есть без потерь отсюда точно было бы не уйти. Плюс из бункера они могли бы выпрыгнуть. Заблинк очень не очень хороший, мягко говоря, со стороны просто сейчас был. Ну, уходит все-таки несколько сталкеров, но зачем он сюда ломился, я не понимаю. Он не видел, что здесь марика в такое большое количество стоит. И уже начал третий нексус добываться. это из положительных моментов Протса. Так же положительный момент, что уже строится пять гейтов, но успеет ли достаточное количество варпов провести Протс? Здесь и стимпак, и щиты одновременно будут сейчас готовы. И сразу выдвигается, посмотрите, 17 мариков, и еще и мародер первого глава банда здесь идет. Адептик уходит спокойно в итоге. Обсерверы зачем-то два вместе здесь стоят. Ну, есть обсерверы, которые контролят врывы всякие здесь. Открываются гейты, плюс один делается. Скорость таки адептам готова, это уже очень важный момент. Призма висит таким образом, что может сейчас отдаться просто на этих мариках. Что она висит-то здесь, вообще не пойму. Гейт один забыл, почему-то раскрыть сейчас. Так, призму Протс спалил, нужно улететь, вон вниз облететь просто и все. Скан пошел, тиранчик бегает здесь рядом. Минка копается, Минку видит Протс прекрасно, нужно выбить ее. Выбивает Минку, отблинкивается. Назад, молодец. Здесь Либератор на третью прилетел, прям под Фатонку прилетел. Под Фатонку прилетел, разломали ему кабину, все. Фатонка своими залпами грамотными и Либератор сваливает. Гейты добавляют, с пилона на гейтах. Вот здесь вот один пилон все прикрывает. Это вот плохо очень. Плюс один доделывается, Грейт. Сейчас уже можно будет заказывать плюс два. Я так понимаю, но почему не летит призма в контур, а раз, для меня загадка, сейчас бы прилететь, вообще идеально можно было бы. Часть сталкеров на мейне зачем-то осталась. Зачем она на мейне осталась, эта часть сталкеров? Так, минус Марик. Кин тут харасит. Позабыл про свою призму. Просто позабыл про призму. Верчат же на пилоны, минус Мариков парочку. Просто очень боится сейчас, сидит как-то стиль такой демонстрирует, боязненный. А нужно подраться на самом деле, и развалить бы здесь нужно прот тиранов. Скан проходит. Здесь спускается, просто адепт спускается. Сверху можно сталкерами от блинков. Какие-то агрессивные блинки нелепо идут. Призму можно взять, можно вперед пойти через это. Она прям уже все что угодно делает. Здорово, Зил. Но почему-то ничего не происходит. Вот, наконец-то призма пролетела. Прямо через депошки, блин. Вспомнил, блин. Память отключилась, что ли? Китаец. Минус призма. Мертво, мертво. Пока отыгрывает, конечно, у нас Циан. Ну, зато Грэйды с двух пажей делает. Это, конечно, положительный момент. Но, по-моему, это уже не спасет его. Так, здесь на Вселмагии движу пойдет. Сталкер минус сразу. Центря минус сразу. Позиция кривейшая. Зато у Тирана замечательная позиция. Гвардианшилд выбит сразу же. Иммортал от Фокушен оказывается. Сталкеры делают агрессивный блинк вперед. Пока, в принципе, положительный этот блинк сказывается. Здесь можно адептов четыре штучки завести, попытаться. Но что-то не заводит. Можно сверху зайти и выбить две депошки просто. Взять сталкеров с хайграунда. Взять весь прирост. На четвертый Нексус можно варпать уже юнитов. Но Протс бегает вниз. То есть, ну ничего не успевает. Тиран просто... Тиран успевает делать то, что нужно ему. А Протс не успевает ничего вообще сделать. Так, зайти. Надо депошечку выбить сейчас. Можно выбить и вторую. Можно было бы успеть побыстрее сюда зайти. Вот на чистое пространство. Чтобы Либераторы не прилетели сюда. Можно медивак было подрезать. 165, 176. Лимиты очень близки. Протс с Тираном сейчас. Призма летает. Чего-то на Муви вообще. Я не понял, зачем она на Муви летает. Либераторы перераскладываются. Агрессивный блин прямо в центр Либераторов всех. Но сталкеры-то вообще выживут они здесь или нет? Так, Либераторы падают. Но позиция как-то, честно говоря, для Протса так себе была. Вроде более-менее нормально подрался. Поможет ли Варп? Варп поможет, кстати, Протсу. Да, он отбивается. Здесь нужен обстежер. Нужно минки забирать. Стремные агрессивные блинки. Вот сейчас блинки провальные уже были. Сейчас еще минки закдешатся. Ну, такой Протс решил, что любого Тирана. Сейчас просто адепты F вперед нажал. Блинк B сталкерами вперед нажал. Все, убил. Нет, не получится. Надо в бою тоже контролить нормально. Ведь у тебя четвертая екция уже добывает. Ситуация-то хорошая была. Просто вот здесь бы позицию получше бы взял, чтобы и Либераторов пограмотить. Адепты должны именно стоять с фронтом танковать, а сталкеры должны подлинкиваться таким образом, чтобы не просто так их фокусили вообще все юниты сразу же. Тирана под Либераторами. Адепты где-то сзади там были. Адепты, они хоть как бы и не супер по хп жесткие, но они важнее, чтобы они танковали, а не сталкеры. Потому что они по воздуху, например, не бьют. Блинка у них нету. Позицию им тяжелее забирать. Призмой начинается харачивать. В это время врывается тиран под третий некстус. Уверчаж на верхний пилон выставлен. Но много дэмэджа, к сожалению, с этого уверчажа просто не получается выдать тирану, потому что он очень быстро падает, этот пилончик. Но зато сталкеры законтраливаются. Отступает назад. Все, с адептами-то можно подраться. Чего боится-то? Здесь не так уж много тирана, на самом деле. Мазеркор падает. Ну, мариков много. Призма висит. Призма вообще ничего не делает. Врывайся на мэй не хочу. Ни туретки, ничего нету. Контр-врыв, на самом деле, мог бы помочь. Давар в четырех адептах выйдет. Но на третьей базе у тирана здесь есть просто призма складывается. Загружается и лети на мэйн. Конечно, развлекать надо, летать. Вот так вот и нужно было делать. Значит, здесь у нас есть и Морту. Но поможет ли он? Минка сейчас залпы сделает. Минка делает залп. Сталкеров не успевает просто отблинкаться. А сталкерами... И в итоге тиран все-таки разваливает. Ну, хочу сказать, что Цанк, конечно, неплохо играет. Но до корейца кино просто не дотягивает немножечко он. Судя по уровню, просто по-общему. Ну, мы ждем следующую игру. И все золотое, например, хорошо. Например, дождь. Согласен. Не, ну, если, например, вердосы, урод-комментаторы МСК-2, конкретно каким, вы знаете, то у них уровень комментирования, я думаю, повышается как бы. Потому что, ну, вердос в Старкрафте понимает, а они не очень, как бы. Вот. Так что как-то так. Ладно, шутки в сторону. Ребят, всех приветствую. Благодарю за внимание, за поддержку. Смотрим мы Do You Cup. Вторая игра от Кин против Циана. Что там по сетке происходит? Победитель новой игры, это Тайма попадет на победителя. Ну, возможно, это будет Тайм против Кина. Хоррор бьет с Салайвом. Возможно, у нас с полуфиналом будет ТВТ. Оба. То есть, четыре Тирана в полуфиналах сегодня, возможно, будет. Весьма вероятно, что Лайв с Хоррором фаворит. Бьян уже в полуфинале. Там Бьяна Лайв. Здесь Кин может против Тайма быть. Потому что Новый Грет сомневает, что на Азии Тайма одолеет. А Циан что-то против Кина не тащит пока тоже. О devant 2003. Ост keluar mee. О~! Оцеいる стоит. Заезжает пробочка. Ну, очевидно, что это рипер. СС-шка сейчас тоже будет заканчиваться. Здесь стандартный нексус гейт. Газ, нексус, кибернетка. Продолжение следует. Так, Адептик строится. Отгоняется КС-шка. Ну, здесь два барака. Кстати, очень популярный в последнее время билд. Два барака. Сейчас здесь будет лаба ранний стим плюс медиваки. То есть, это ранняя агрессия такая, тирана. Здорово, Зил уже говорил. Я здорово. Вместо того, чтобы заказать два-три пилона, успевает просто только один заказать. И, естественно, здесь ни хрена уже не получится с этим одним пилоном сделать. Адепт иллюзию пускает на рампу к тирану. Кстати, Мазеркор плюс Адепт могли бы здесь нормально развалить, на самом деле. Пока Мариков три было бы. Но Мариков уже пять. Мазеркор залетает спокойно, проверяет просто, что происходит. Сейчас минус Мазеркор будет. Ошибка. Мазеркор потерян. Ужасная ошибка. Просто, судя по всему, здесь минус Циан. Пока что просто провальное начало игры для Протса. И так он проигрывает, между прочим. Сталкер законтролить не может. Нормально сейчас Рипера убить не может. Поэтому все-таки находит Рипера, минусует. И Робу пошло. Конечно, не поражение еще, но приятного здесь мало. Прекрасно просто понимать. Здесь будут и минки дроп, здесь и потом агрессия будет. Нужно обороняться, нужно делать блинк, нужны гейты. Гейты ставятся с края. Вот это вообще, честно говоря, для меня. Я вот говорил, что нужно сплитить здание. Но нужно сплитить таким образом, чтобы их обнаружить тяжелее со скана было. Так, Макс это дропает. И чтобы выбить было тяжелее. А здесь просто слоу-граунда можно забрать этот продакшен легко сейчас. Прикрасно. Хорошо. Хорошо. Ха-ха. Так, несколько, сколько, 9 мариков, 2 минки летят сюда, и мазеркор, кстати, здесь не присутствует, то есть уверчаж сейчас можно просто не успеть выставить, и это может быть очень печальным раскладом. А вот, и посмотрите, сейчас Сликин обнаружит эти гейты халявно, это будет минус 2 гейта, просто минус весь начальный продакшн фактически. Так, здесь сталкеры, адепты побежали сзади, здесь у нас робо-бэй добавляет, здесь пилонов достаточно, чтобы выбить это все. Успела закопаться одна минка, пробки мимо сейчас, добычи направлены, что же ты делаешь? Товарищ Протас, направь же ты их добываться. Поправляет наконец-то добываться, все. Здесь у нас 30 сэшки нет, 2 базовые раздавления будут. Пользователь Бабкин Барн Барн активировал премиум на ваш канал. Спасибо Бабкин Барн Барн, что-то долго ты после поддержки премиум активировал, но в любом случае спасибо. Так, обсерверчик. Нет, вместо обсервера отменен, заказан дестабилизатор. В этот раз через дестабилизаторы пришел Протас отыграть, но посмотрим, что из этого выйдет. Третий нектус запилен против 2 базового прессинга, если нормальные выстрелы делать, в принципе, это может быть адекватным вполне билдом на самом деле Протаса. Опять какую-то кривую за блин. Давай, удиви меня. Пристройка. Трудовым подвигом. Разработка завершена. Так, здесь у нас турецчика была запилена. Для чего турецчика это тут? Молоко дестабилизатором. Сейчас патрон потерян, минус прокс. В итоге заходит тиран, дестабилизатор второй где-то вдалеке. Нужно поэтому всегда с умом стрелять. Вот первые вот эти выстрелы. Так, где чего лагает, ребят? Скажите, как отписываете, если есть какие-то лаги? Почему? Потому что 60 фпс выставлено, компьютер я занимался компом эти дни, тут плюс ремонт был в комнате. Вот, поменял себе питалово в компе в ближайшем будущем. Планирую памяти поменять две планки в 8 меги гол вместо 4 по 4, которые сейчас есть. Ну, не знаю, посмотрим, как с финансами будет в конце месяца пока что совсем не актив. Вот. Если есть лаги, пишите. Будем снижать. Ну, пока вроде процессор вообще-то не напрягается. Заметил я. Ну, это 2-0. Игра складывалась изначально для него не очень. Ну, и потом масса ошибки, и все печально стало. Сейчас посмотрим, где у нас что. Ну, регрет тайм. Бьян против Илаева. ТВТ у нас будет. Тайм, ну, регрет. Я не знаю, что за ситуация. Тайм вообще здесь сидит. Ну, Бьяна Алаева надо полуфинал смотреть, значит. natач力. Спасибо за внимание. Угу. Угу. Отлично. Угу. Угу. Продолжение следует... А, кинтайм, да, 4 тиранчика в полуфиналах, вот вы говорите тиранов мало, вот, пожалуйста, мало тиранов, получите с полуфинала 2 ТВТ просто, то есть финал ТВТ и матч за 3 ТВТ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, что-то пока ничего не происходит... Так, тысячи мне приходят на Сбербанк... Сообщайте от кого... Спайк от тебя, может быть... Продолжение следует... 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 Пристройка, завершена. Улучшение, завершено. Наши ТСМ, атакованы. Так, не неси ерунду. Премиум отключается с момента 30 дней, он действует с момента активации, а ты какую-то хрень городишь, поэтому иди отдохни пока. Посмотрите просто, Элайв Бьян сначала минуснул Гиллиончика Элайву, а потом Элайв минуснул Рипера. Бьяну ответил, собственно. Ну вот тут залетают два Рипера и просто три ГСМки уже уничтожены. И четвертую успевает при этом всем даже Бьяну уничтожить. Ну не слабо так ворвался. Ну двух Риперов, правда, на этом муве отдал. Но Рипера в любом случае юнит, которого нужно разменивать в перспективе. Залетает дробь, Мариков всего, по-моему, шесть там сидело. В итоге Викинг плюс четыре Марика, Танк и Циклон разваливают в хлам весь этот дробчик. И у Лайва появляются преимущества определенные. А, это, кстати, Лайв Бьяну рабочих-то убивал. Выиграем что? ВСР, ВЦГ уже нету, как много лет. Вот, есть ВЦС. Ну так как я не тренируюсь играть, ничего не собираюсь. Ну да, с компом на самом деле все в порядке. Я думаю, что пока не буду с правцом даже заморачиваться. А поменяю просто две планки памяти. Там нужно тысячу восемь, наверное, на это. По восемь гигов и на это есть. А с процессором уже в ближайшем будущем заморочимся. Так, тут Циклон принимает бой с Циклоном оппонента. Друг друга уничтожают. Даже Гиллион не помог. Смотрите, как мало дэмоджи нанес. Друг друга испепелили. Сейчас и летит дробчик Атылаева. Обратите внимание, у Бьяна не контролируется Ксилнага. В дропе два танка и Симаев. Бабкин Барн Барн поддержал ваш канал на сумму 200 рублей. На железо. Спасибо, Бабкин Барн Барн. На железо спасибо большое. Надо запилить. Ну, если буду много стримить, запилю сбор, короче. На профс память. Как в комнату перееду. А то все, обещал, обещал. Спасибо большое за поддержку, ребят. Ну что, пришли Марики за минеральную линию. Зачем было их туда заводить? Так, я чуть не понял. Ну, танки в Сидже. Фокусит танк Элаев Бьяновский. Фокусит Мариков. Сейчас очень неплохо. Нужно сконтролить. Контроля нету. Викингами можно было бы и взлететь. Сейчас Баншу забрать. Танк Ели-Ели, но забрал в итоге. Скан пошел кривой. Скан Банша в итоге улетает. Просто из рейнджа Скана неприятный эпизод. Кинул, типа думал, что Банша сюда полетит. А Бьян просто в другом направлении улетел сейчас. В это время контр-харас, между прочим, Баншой шел. 13 рабочих уничтожено. А я вообще этого вам не показываю. Косяк, косяк с моей стороны. Безусловно. Сканов пока нет. Нужно кидать сканчик новый. Кидается новый скан. Банша наконец-то падает. Здесь не все. Туретки прикрывали. На третьей вообще ни одной туретки нет. Что происходит-то? Блин. И ставит туретку, чую лайф. Со странного направления просто абсолютно какого-то. Сможет ли Бьян что-то там сделать, я даже не знаю. Ну вот, я знаю. Так, сейчас у меня опять 4670К, он в принципе тянет, я смотрю, 60 фпс вполне нормально, просто он на 3 и 4 работал, а сейчас на 4 стал работать, у меня там косячно, какие-то настройки стояли в бьюсе, вот, ну, грейдиться-то надо, плюс думаю, что надо на вторую квартиру компьютер собирать, а то как-то скучно там без компа, может иногда и стримчик запилю когда, вот, если как бы заближает за следующий месяц. Если за следующий месяц я работаю, там, на процессах, как бы, да, имамку новую, полташник хотя бы, и там больше 50, надо, как бы, вот, тогда, может быть, и комп новый подсоберу на основе этого братца и мамки еще тоже. Блин, вот, что-то слишком, у меня какие-то планы конкретные тут уже, вообще надо много денег, чтобы второй системник собирать. Ну что, Марикисканя, стимпатчится с Мариками, с вами Лайв, убивает Гелеончика на Ксилнаге, все вроде у Лайва хорошо, по лимиту больше, боевого вообще чуть ли не на 30, но у Бьяна делается 2-2, если он каким-то образом протянет здесь время и сможет отбиваться, то тогда ситуация может стать печальная для Лайва без грейдов новеньких арморий. А вот 2-2 заказал, но поздние какие-то 2-2 у него в итоге заказаны. Дропнулся сейчас и Лайв улетает. Две стирены железа, ну от всех, если будет побольше поддержки, так и железа будет. Да и все вроде как бы более-менее тьфу-тьфу-тьфу работает, но на будущее надо думать уже, конечно, тоже об этом. Дропчик это Лайва, дропчик гигантский идет, мягко говоря. Танки отгоняет Бьяновский сейчас. Покажи, как надо тогда, если не 200. А так, всем большое спасибо, ребят, за поддержку. Заходят марики еще раз. Пытается отбиться Бьян, вроде как отбивается. Хотя нет, здесь группа мариков, они что-то тут принаркоманили, за ЦЦшечку сныкались, пока танки стреляли, решили перестимпачиться слишком сильно. Вот поэтому-то ХП и желтое было. И в итоге все-таки разбирает. И Лайва в ГГ, пишет Бьян. Нам нужна следующая игра, вторая. 16-20 по времени. Ну как раз сейчас еще игра. А может быть и две, потом финал. Ну как раз-то 18, наверное, к шоу-матчу-то, собственно, и закончим. 322 зрителей уже побольше. И. Давай. Мć-по-на-мене. В Ryk-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ На гантели Гантеля есть у меня Вторую руку отдал Только всё до дома Её не могу донести нужно будет разобраться чё к чему сейчас секундочку ребят чет звонок мне тут идет алё так я здесь ребята прошу прощения возвращаясь к вам alive 1.0 ведет но так ты лайва реперочек стоит рядом бьян летает тоже с ним 2 репер строится находит бьян сайте репера но ему в спину заходят реперы лайва вот гранат вроде как поворачивается решили друг друга не уничтожать решили паригенец оба секундки реберки фраерки его мое улетели в итоге ну что при своих остались постреляли друг по другу life разведывательную ксм-ку потерял бьян пока ничего не терял на двое рабочих на конец сейчас на один уже плюс и 3 сэшка пошла здесь 3 пока нету здесь гелиончик есть марик ошибка со стороны сейчас и лайва была бьян на халяву чуть рипера не убил но чуть не считается репер в итоге уходят спокойно сейчас приедет гелиончик и поможет своим союзным реперам и опять здесь как-то лайва бьян разваливается самое интересное так риперов сплетанул против гелиона надо биться выживая чудом каким-то реперись приезжает гелиончик репер прячется за гелиончика сейчас ксм-ка падает номер один но против марик все то что за бред то вылетит и рипером и реперам не вылетает гелионом не вылетает вроде все хорошо сделал а потом какой-то бред начался привет ник все хорошо я не знаю прилетает либератора лайва бьян его ловит сейчас моментально на халяву вообще это минус либератор молодец циклон нет цвета здесь уже не поменять что игроки такие поставили китайцы их не попросили поставить другие цвета у бьяна 3 цсрщика уже рабочих строит парабан вперед выходит у лайва зато цсшка снизу и стимпак практически одновременно запилен так пять мариков медивак залит а здесь что-то викингами полетал бьян поконтролил ничего не нашел сейчас палец цешку третьего лайк видится цешку и прямо мула нужно минуснуть блин мула уходит такой свеженький мульчик сейчас был один марик здесь на хг остается напрягает минеральную линию от ксм возвращаются добывать может одну ксм к марика застрелил бы не не застрелил в итоге ни одной ксм и медивак еще потерял какие-то очень много ошибок в этой игре ты лайва пока что вы видите 7 на 12 по юнитам потери 500 на 1200 не в пользу было его совсем то есть бьян лидируют пока что но по грейдам принципе отставание минимальная у бьяна армори хороший тайминг 2-2 сможет нормально заказать хотя у элайва тоже тайминг под 2-2 его нормальный будет почему у него отстают немножечко все-таки грейды вторая там факта ну и самое главное лайв парабан не особо отстает он третью сразу снизу строил так факта пошла здесь тоже вторая улайва кстати вот из положительных моментов улайва факта вторая строя строя построилась уже то есть у него пораньше танки начнут производиться ну сможет ли лайв 2-2 например по кдшечке заказать если сможет надо заказывать да пошли 2-2 и отставание сократилось по моему даже немножечко грейдов п...' п... 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 парабам продакшн по 9 мариков 2 медивака там но здесь уже по два танка сейчас начнется продакшн в отличие от оппонента у него там один танк будет строиться здесь у нас викинг и марик один стоит чуть контролят здесь три викинга и марик это получше но сейчас пятью мариками можно зайти про стим патчса вот этого подрезать и еще и викингов заминусовать ну стим как то где вот он стим пакет запилен викинги улетели на халяву в итоге здесь на стиме марики бегут в янтая цела его отогнать здесь от его позиции нормальная около второй базы не так просто это оказывается делать сенсор tower пока отсутствует так здесь можно было фокуснуть медивак не фокуснул 163 181 полиамиду да пока понятно все на самом деле цвета не такие уж и блин ну близкие но можно различить близковато до цвета обходят и лайф сверху здесь марик убежал даже на стим патча не погиб ну и пока лайф летал бьян приходит на третью базу занимает позицию это по моему точка в этой игре это очень тяжело будет сейчас восстановить такую потерю для лайва зашел на халяву танки хотел подшатать на халяву подшатать танки не очень-то получилось танки еще ближе подлетают под третью базу вот здесь уже четвертая цешка строится приросты вперед идут 3-3 бьян заказать здесь 3-3 не заказано лайф собирается драться да пошел вперед но криво марики заходят ксм криво заходят он даже здесь на хг не может нормально все выбить в это время контур дропы здесь еще часть мариков выбивает бьян и здесь не снял осаду а лайф еще и викингов чуть не потерял гг 1-1 может быть попросит их цвета нормальные в этой игре поставить я не знаю это не все что лопа если сняли я не знаю например как вот вот все Продолжение следует... 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 бабушка стримит на твиче бывает че ну что гранатки выкидываются через cc-шечку убивают минку здесь кин выбил все-таки в итоге надо уводить гелионов здесь у нас бьян на халяву дпушку находит убивать, ну кин нормально в принципе здесь отбился, это видно дробчик мариков пошел, здесь всего 2 гелиона этого явно недостаточно, чтоб всех этих мариков вместе с медилаком отбить но приходят марики с мейна и пытаются выбить, здесь туреточка делает зап очень опасную ситуацию попадает медилак, но улетает в итоге, здесь либератор прилетел но есть викинг, он его отогнал все в порядке ну а в это время реперочек здесь отлетает, эта разведка практически шла, сейчас проверил что происходит, убьян на кин увидел третью cc-шку, сам третью ставит сразу же, порабочим 40-32 кин в плюсе, значительным причем вердос уже через час практически будет то есть сейчас мы досмотрим финал я не знаю сколько он пойдет, может он час даже чуть больше пойдет, может быть он быстрее кончится, если счет в чью-то пользу будет в одну сторону, как бы ну если раньше кончится, сыграю пару игр на Европе может быть я викинг вылетает, бьяну можно циклончиком сейчас принять его, да уехать потом собственно говоря ну не собирается он этого делать не рискует третья c-шка готова только рабочих она не производит что очень странно, вот только сейчас бьян первую ксм-ку заказывает ну потом втыки какие-то идут непонятные, а у кина между прочим там рабочие строятся и строятся сейчас разница уже станет девять рабочих только сказал, я кин сам секунду застыкал, но вот орбиталочка пошла на третьей базе так, викинги, либератор четыре викинга, либератор и банша здесь у бьяна кин улетает поэтому спускается третья c-шка, арморы добавляются по грейдам кинг кин тоже очень сильно впереди сейчас будет, если 2-2 закажет вовремя прямо сейчас при этом всем пролетает дропчик на вторую базу в карман и дропчик этот будет сильным очень даже таким бьян моментально рабочих уводит реагирует очень быстро сейчас но марики на стимпаке они нормально дэмэдж наносят так, медивак залетел непонятно куда сейчас, кстати говоря и у кина, а у кина 2-1 у него только первая атака то есть тут 1-1, здесь 2-1 ну да короче, качели то у одного грейды лучше будет то у другого сейчас у бьяна пока лучше будет то у мукина будет лучше но у кина 69-51 в его пользу парабан экономика замечательная и бьян с армори завтыкал что очень неприятно накрыли марики вдвоем циклона здесь молодцы дропчиков пока не видно ничего не видно пока активности никакой не проявляется ни с той, ни с другой стороны увеличивает количество бараков кина у нас с реакторами 3-2 на 2 уже реактор строится 3-й сам барак строится на мэне 3 реактора погодите а, слабый, вот слабый барак то есть здесь уже 9 мариков производится а сейчас еще больше намного начнет производиться так, 3 танчика еще выезжает 4 на рампе стоят очередной реактор что-то здесь 6 мариков будет строиться плюс 9 с мэна это 15 мариков за раз продакшн 3-2 заказывает сейчас кину бьяна 2-2 делается у кина плюс 1 на техни скоро делается пассив пока абсолютно, конечно, идет нужно как-то активность начинать проявлять на кину вперед нужно первому идти я так думаю у него продакшн серьезный четвертый, четвертый, это цешка месторождение линералов высылать ворожен и опасен улучшение завершено тимпач с Абьян, Кинг дропается сейчас танк своей дропает на развороте принимает бой но бьян как-то удачно тут поломился вперед но прогрейдан то 2-1 в 1-1 и Кинг отгоняет бьяна, собственно говоря но из-за этого замеса по лимиту практически сравнялись, кстати говоря Баншу минус 0 еле-еле сейчас но викингов в ответ по минус 0 и кину в итоге 3 на 1 остается нужно сваливать отсюда кину иначе хотя он прирост подводит иначе бьян мог бы его вытеснить сейчас но в итоге не вытеснит пока бьян 2-2 в 1-1 в 2-1 сейчас у Кина грейды похуже становится чем у бьяна танки уводят кин еле-еле приходит новый прирост что-то кин бред какой-то начал делать и за это поплатился одного викинга сейчас минус 0 бьянщик у нас полетел дроп сейчас на мейн резко срывается кин но бьян ждет, кстати говоря этот дроп нужно разворачиваться улетать несколько мариков плюс 2 викинга один медивак не ушел там танчик сидел и пару мариков по-моему немного юнитов в общем ну а бьян идет кина поджимать поджимает причем на халяву забирает танки на халяву забирает все практически смотрите как бьян переворачивает берет и переворачивает 3-3 у него делается уже у кина да, сейчас 3-я атак да, делается он в плюсе по грейдам будет ну как отдал он инициативу просто на ровном месте сейчас это жесть какая-то здесь правда пятый уже ставится здесь только четвертый у бьяна и продакшен у кина выше у него 15 мариков строится я уже об этом говорил и плюс 2 у него заказано в отличие от бьяна на технику у него вообще не заказано привет всем кто недавно подошел ребят заходит им в двух сторон бьяна отгоняет сейчас можно было медиваки попытаться пофокусить название турнира в названии стрима есть поэтому не надо вопросу глупых задавать так Даша что такое сейчас секундочку ребят пошел замес ребят я думал что-то случилось извиняюсь все нормально вот ну кин пытается тут танки прошатать не очень то получается сверху два марика цсшку пытались отменить конечно же не получилось это сделать сенсор тауэр кин прям в центре в наглую поставил вот это да загружается кин полетит вперед сейчас у бьяна три три вторая атака у кина три два делается вторая атака уже есть пытается кин найти как сюда сюда зайти подход уязвимое место у бьяна бьяна выдвигается отменяет этот сенсор тауэр его не будет на центре больше и за четвертая база таким образом стоит сейчас у кина что можно ее отменить так танки сиджатся криво у кина маленькие бегут вне прикрытия танков на двадцати уже с лишним лимитом ян в плюсе кажется агг пришло здесь кин теряет позицию и теряет инициативу в этой игре тем более что на четвертой базе планетарка которая сейчас под ударом под жутким оказывается кажется она минус будет темпач самарики пытаются с ксмами сейчас оббиться кина кстати говоря у него это получается сделать между прочим и по лимиту еще пока не катастрофа и пятая база есть между прочим все в порядке ну а кинд 17 уже марика встроить четвертый реактор здесь добавлен жесть то какая продакшн гигантский просто лорден кинг поддержал ваш канал на сумму 100 рублей привет кариночка шлю тебе воздушный поцелуй стоп кажется это не тот стрим так стимпач самарики попытка давить опять же со стороны бьяна идет заходит наверх здесь хорошо к ним танки свои дропы пытается поймать бьяна два танка моментально отфокусил и остальные тоже зафокусил сейчас разваливает бьяна в чистом поле это переворот лодочек опять со стороны кина бьян пытается контур дроп на мейн сделать но не так просто будет это сейчас предпринять лидивак залетает один второй третий четвертый на четвертую базу дробуются и опять же приходит кин вот вроде все хорошо но сам в итоге на ошибался инициативу отдал здесь опять же лимита уже не так много становятся танки начинают долбить планетарку по марикам там немножко попадает сейчас викинги прогоняют медиваки нужно сканить чтобы в итоге вижен давать себе же здесь мух кривой от бьяна теряет несколько танков зато контур дроп идет сверху и выбивает несколько бьян кину сейчас бьян два танчика еще минус тимпач сакин бьян тут позицию потерял но танки не в сич очень поздно кин засиджил танки свои привозят ближе еще танков ну очень много сплэш просто гигантский вроде как позицию занял но опять же по лимиту плюсы абсолютно никакого нету здесь марики под танки дропаются но не выбить никак так так за поддержку еще раз всем спасибо смещается кин вниз сейчас начинает бьяна шатать некогда даже запилить поддержку слишком напряженная игра идет нужно контролить шестьдесят три сорок три парабам бьян проседает по лимиту кин уже экономику ему уничтожает бьяну я имею ввиду здесь падают викинги все позиция занята сзади попытка ворваться какая-то идет попытка неудачная с прироста все это подрезается очень быстро минус медиваки и минус все марики абсолютно из хайграунда здесь уже ццшка будет уничтожаться бей здесь что-то тоже на отдавалось у кина всего но он все-таки мясом своим задавил по потерям кстати кина выше почти не почти а на четыре тысячи кина больше потери ну экономика и продакшн по 17 мариков зарешал очень сильно сейчас естественно так заходит кин вперед еще дальше вьян с двух сторон пытается его убить и посмотрите как мастерски выбивает с хайграунда и с лоу граунда танки убивают все вообще по лимиту в плюсе можно контратаковать ведь можно и убить здесь еще до сих пор на самом деле здесь тоже баста столько же практически то есть боевой лимит может не зарешать что за дикая игра идет у нас ну карта такая сумеречные башни и 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 просто фокуснуть было но он не вычинивает с мэйна цешка на золото прилетела идет бьян кажется кину убивать у кино счета все за сплитчена часть танков летать часть часть танков вообще сиди здесь снизу нужно собрать все бьяну и на пакет тоже по 15 маленьком продакшен ненамного меньше пошел врыв от вьяна наламывается танки киновский уничтожает сэшку киновскую уничтожает сбоку заходится рост кину но вьян ловит его и ну да тут как бы дальше пока не давит но здесь уже преимущество хорошая очень нет да и дропа здесь кина отбивает 130 на 180 стимпатчица вьян ловит кина на муве два танк нет один танк минус гг пишет так не знаю такой ближайший крупный турнир где наши будут выступать нужно смотреть что там и им и что там где вообще так на им квалификация китайская скоро будет а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Перевернулась игра, инициатива в руки... Из рук в руки переходила несколько раз по ходу матча предыдущего игры первой... Точнее, не матчи игры... Но всё-таки дожал бы Янкина... Опять макса додропает... Продолжение следует... Циклончик поехал... Ловить с риперов и разведывать... Здесь два рипера у Кина и два рипера уже могут и поймать ведь циклон... Циклон уезжает спокойно, абсолютно ездит... Он быстрее риперов значительно, поэтому... Как сдачить на ней... Прям ненамного, но когда скорость больше, догонять смысла нету... Если она чуть меньше была... И то не всегда получается... Сейчас минкомарики полетят дропчик... Гелиончик будет вычинен... Или если я так сказал циклончик... То это, конечно, была ошибка гелиончик... А не циклончик... Загружается марика минки... Летит прямо через Ксилнагу сейчас... Так... Опять мне звонок происходит... Сейчас, секундочку, ребят... Зададим им жару! КСМ готов! Брать на раге! Даёшь расклад! Пристройка завершена! Наши КСМ атакованы! КСМ готов! К кому навешать? Режим готов! Так... Прошу прощения... За отвлеканием... Собрались... Блин, ещё звонок придёт... Хорош уже названивать... Попозже отвечу... Собрались в кино сходить на Варкрафт... Старой геймерской конторой... То есть много людей реально... Поэтому... Что-то все названия... Разберутся без меня... Ну, пару КСМ забирают... Сейчас Бьян кин убивает... Баншу по лимиту... Кин в плюсе... По экономике... Бьян строит... Третью ЦСМ... Сейчас поэтому... Отставание определённое есть... И эта третья ЦСМ... На самом деле... Даст ему... В перспективе... Преимущество... Викинги... По две штучки... Строятся... Баншау влетает... Здесь... Здесь... Ну, что до... Ну что, двойный трубчик полетел. Кин летит вперёд. Но у Бьяна здесь тёпленький приём, на самом деле, организован. Сейчас у первых четыре викинга будут, во-вторых, танки здесь есть. Викингов подлавливают, но они улетают в итоге. И четыре викинга пошли ловить. Вероятные дропы. Ничего, в итоге Бьян не поймал. По лимиту уже в плюсе. По Рабаму уже тоже в плюсе. 10С ещё не готова. Здесь уже во всё добываются. Ксилнагу Кин освободил для своего Марика. Сейчас здесь камни не пробиты. Плюс два Барака. Ещё один-один делает Бьяну. Кина только плюс один делается. Соответственно, по грейдам ведёт. Кин поведёт в ближайшем будущем. Хотя здесь тоже вторая инженерка доделалась. Оценки низкие. Мне только что позвонили. Сказали, что оценки как раз-таки поначалу. Пока высокие, наоборот. Не знаю. Если бы ДКБ. Старкрафт. Естественно, я думаю, много кто пошёл бы. Просто Старкрафт, я думаю, ещё не готовы пока снимать. И по технологиям, и по бюджетным гигантским. Старкрафт должен быть сверхмасштабным. Он просто невероятно масштабным. Тогда, как бы, да, он зайдёт, я думаю. А так, хз. Ну что ж, пробивает камни сейчас Бьян. Хочет их завалить, а потом заново развалить, что ли? Я чуть не пойму, что он именно хочет сделать. Камни пробил, и всё, как бы. А зачем я не здесь... Зачем ему завалены именно камни? Переводить и на рабочих сейчас Бьянчик немножечко в плюс. Я, оказывается, на 7 рабочих, на боевого немножко в плюс. И на десятку в целом лимита. Ну что, 2-2 надо заказывать. Атака на технику Бьяна пошла. Атаку заказал. На армор пока не хватает газа. Вот хватило. Сразу же армор пошёл. Грэйды чётко достаточно заказал. Молодец. Мариками камни наконец-таки пробил. АПМ у нас, вы видите, добыча одинаковая по всем параметрам практически. Да и рабов, смотрите, одинаково. Только за счёт мулов она разная и разная и разница в счёт добыча. У Кина ещё только армори строятся. А после армори ведь ещё и грэйды нужно заказать. Сканчик пошёл, двойной дроп на 4-ю прилетает. Ну, Бьян здесь находится рядом. Тут как тут. Ну, 163, 142. 172, 142 уже. То есть 30-ка лимита иногда даже прыгает в пользу Бьяна. Ну, вот сейчас заказал Секины. 20 лимитов. Ну, это всё же серьёзно 20 лимитов в плюсе. Кина рабочего. Четвёртый Бьян стоит. Четвёртый Бьян. Четвёртый Бьян. Субтитры сделал DimaTorzok Ну есть преимущество Двадцатка по лимиту держится Приходит Льян На двух бараках падают реакторы То есть минус 4 марика Продакшена уже получает Дискин Сканы идут в ответочку Здесь барак один сразу же догорает Падает, взрывается Нужно викингов привезти Бьяна Что сразу не взял, непонятно абсолютно Не видите АПМ Ну да, там скрыт АПМ Прилетает Вьян Своими викингами киновских разваливают Сейчас Остаются здесь 4 А у Вьяна 5 Между прочим Барак горит Медиваки вернулись Сейчас нужно танки выше на хайграунд завести По-моему Заводят странно Можно все было сюда на хайграунд завести Здесь контр-дроп от Кина идет Дроп большой, кстати говоря Очень даже Бьян теряет много КСМ-ок на третьей базе Ну вот прирост подбегает Попытки отбить этот дроп И отобьется Кин здесь Ой, Бьян, простите Отобьется Надо было Медиваки пораньше начинать Кину, как мне кажется Фокусить Он чуть не стал Здесь передропы идут Ну что на лоу-граунд-то Дропнет и сюда Ну ничего ж не мешает Выше дроп Викингов на халяву Сейчас Кин забирает Бьяну Это очень неприятный расклад Сейчас был В итоге Пу-воздуху контроля Не остается Так, маленький заходит Танки дропаются Сминают один танк Остальные сзади Там атакуют КСМ-очки по третьей Вообще не добываются У Бьяна-то, между прочим Уже четвертая ЦСшечка есть Хотя здесь тоже есть 200-176 по лимиту в пользу У Бьяна Ловит Кина на Муве Сейчас И это провал Для Кина Морики теряются Танки теряются 30-ку лимитов Плюс уже У Бьяна сколько танков Зато много здесь В этом выходе Еще-то танк бомбит Планетарку Орбиталку Точнее Понемножечку Опять она садится И танк опять По ней залп делает Надо вычинить И оттуда горит Сейчас Неприятно МН-124-161 Не спешит Бьян вперед идти Выходит Еще прирост Вперед Выдвигается Здесь Кин вылетает Танки свои забирают Их реально много Здесь Бьян сканит И вперед Идет А где вторая группа Юнитов Что-то Бьян Очень долго Заходит сюда Танки дропают Заходит группа И вторая группа Где-то сзади Вообще находится Блин Что вообще происходит Опять Кин вперед Выдвигается Бьян Застимпачился Но тут не продавить Будет Здесь что-то танков Слишком много Загружается Бьян Летит вперед Через четвертую Я так понимаю На мейн дропчик Полетел Да Так и есть Прям на мейн Двойной медивак Дроп летит Прям под туретку Бьян дропается Ну смог отвезти Вручную Сейчас из-под туретки Все нормально Ну дроп моментально Уничтожен Оказывается Кин держится И ничего приятного Здесь для Бьяна Нет на самом деле Ему нужно развивать Как свой успех Но он что-то А вот Здесь одни танки Находятся Без прикрытия мариков Дропает Бьян Сейчас хорошая работа Кстати Три танка Уничтожены Оказываются Можно занять позицию Попробовать Здесь Кин Какой-то контрзабегание Делает Но Бьяна Здесь слишком много На мейне Дропчик Все-таки Ну не так быстро Но был ликвидирован Окружает Кин тут Бьяна Бьян пытается В это время На вторую базу Прорваться Да что ж ты боишься Прорывался Если собирался Что-то летает Туда-сюда Не рискует Нападать Нужно приводить Все в центр Очень играет Что-то затянулось Никто точку поставить Не может Не рискует Продолжение следует... 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 Так, заходим в игру... Продолжение следует... 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 Ну что, 2-0 Бьян... Посмотрим, сможет ли Кин хоть одну карту взять, или Бьян уверенно доведет дело до победы... Пока что все идет к уверенной победе Бьяна... И в этот раз Кин тоже через факту решил сыграть, не через Рипера... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Старпорты пошли там и там... Ну я так по... Да, у Бьяна то же самое... Абсолютно идентичный билд... Марики строятся подряд... Один Гелеончик после Гелеоночка Минка... Гелеончик едет в разведку и летит дроп 6 мариков Минка... И по немножечку газа дабы еще она увеличивается... Здесь сразу Минка у Кина... Минка и Гелеон... Ну у Бьяна более продумывается... Гелеону пораньше лучше построить... На самом деле он и разведывать может и помочь там от Рипера... Но... И Минка потом... А, здесь вообще Гелеона Марики перед дроп... Это интересный расклад, ребята... Гелеона Марики перед дроп... И если сейчас Кин улетит... А он улетит примерно одновременно с Бьяном... Он может просто умереть здесь от этого дропа Марика Гелеонов... Гелеоны они... Минка раз выстрелила и все как бы... Минка молчит... А Гелеоны могут убивать рабочих Мариком... Помогать очень замечательно... И это может быть очень жестко... 6 Мариков и 3 Гелеончика вперед выдвигаются... Здесь дропчик полетел тоже вперед... Кстати возможно в центре встретятся даже эти дропы... Нет... Проезжает мимо сейчас друг друга... Игроки... Здесь один Гелеон... Какого-то другого китайца дропалыч... Что случилось? Что происходит? В такой неподходящий момент... Сейчас Бьян делает залп по Гелеону... Он должен его забирать просто сейчас... Заберет ли? Забрал... И дропчик летит дальше... Посмотрите здесь ничего абсолютно нету... Разгружается... Все на рампе... Здесь контр дроп залетает... Заходи Бьян уже наверх... Ё-моё... Да загружайся... А он решил депошку пробить... Здесь Викинг первый готов... Но Викинг то не спасет... Это очевидный момент... Да какие депошки то проходи ты... Ё-моё... КСМками здесь решил Бьян законтролиться дома... Пытается Викинга медивак выбить... Медивак выбивать... Рабочими отбиваются... Заходит в Кино... Это 4-0... Ой 3-0... Простите... Похоже на то... Так... Мориками Викинга не отконтроливают... Ошибки контроля от Бьяна сейчас идут... Абсолютно очевидные... Ужасные ошибки кстати говоря... Кстати преимущество все равно... На стороне Бьяна здесь... Рабочих остается у Кино... 5 штук на 13 Бьяновских... А у Бьяна еще и ЦС-шка почти готова... Плюс у него есть Викинг Циклон... Минка делает далк... КГ и Кинг пишут... Понимая что здесь уже... Не вытащите Зибьян 3-0... Не вытащите Зибьян 3-0... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что... Задержку убрать пока надо... Стоп старт делаю, иду на Европу...